Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Евгений. Я представляю Институт географических информационных технологий города Санкт-Петербург. Развитие цифровой экономики во многом обусловлено эффективной работе с большими данными. Центральное место в экономике отводится машинному производству высокотехнологичной промышленности, отвечающей требованиям эффективности, повышенной производительности труда и глобальной конкурентоспособности. Для утворения этим требованием необходимыми актуальными процессами является трансформация промышленности в цифровую промышленность, создание цифровых двойников реальных объектов с наполнением физико-механических, технологических и других процессов и переход к киберфизическим системам. Эти глобальные изменения сопровождаются колоссальными принципиально новыми бизнес-процессами, колоссальным количеством информации и интенсивным взаимодействием бизнес-соединиц предприятия. В основу нашей концепции создание цифрового двойника промышленного объекта лежат первое – это создание высокоточной трехмерной модели объекта и его двухмерного представления. Второй пункт – это обогащение моделей семантической информации, включая технические паспорта, руководство, инструкции, формуляры, фотографии и данными из различных информационных систем, включая как внешние информационные потоки, так и внутренние информационные системы, которые находятся на предприятии. Таким образом, мы отвечаем на главные вопросы. Первым пунктом мы отвечаем на вопрос, как выглядит объект, что в него входит и где он расположен. Вторым пунктом мы отвечаем, какая информация присутствует по данному объекту или по комплексу таких объектов. И третьим пунктом, что мы можем конкретно сделать с данным цифровым объектом. Наш подход к созданию цифровых объектов промышленного предприятия – это пять простых шагов. Первый шаг – это обследование объекта цифровизации. Второй – формирование проектных решений. Третий шаг – это проектирование и создание базы данных и геоданных. Четвертый – формирование уникального пользовательского интерфейса, адаптация функциональных решений и подключение информационных систем. И пятый – запуск цифрового двойника уже в эксплуатацию. Немного истории об институте. Институт – это профильное учреждение, занимающееся более 10 лет разработкой трехмерных корпоративно-географических информационных систем. За годы своей деятельности в общей сложности было смоделировано более 200 тысяч цифровых двойников объектов, включая здания и сооружения, инженерные коммуникации, технологическое оборудование, а также объекты различной вспомогательной инфраструктуры. Накопленный опыт работы с цифровыми двойниками позволил институту трансформировать их в стандарты детализации моделей четырех уровней. Каждый из данных уровней продуман с точки зрения практического применения, с учетом применения в бизнес-процессах предприятия. Это количественный состав объектов, качественный состав объектов, подключение информационных систем и адаптация функциональных решений. С каждым уровнем увеличивается глубина цифрового двойника, начиная от грубых упрощенных моделей, продолжая точными внешними конструктивными элементами и заканчивая уже полным цифровым двойником, включающий в себя как внутренние инженерные коммуникации, так и внутренние конструктивные элементы, технологическое оборудование и различную вспомогательную инфраструктуру, создавая тем самым виртуальную среду для управления цифровым предприятием. Также предусмотрено увеличение объема потоков данных за счет подключения дополнительных информационных систем и наполнения физико-механических данных, добавления технологических процессов и данных, что в конечном итоге прямо пропорционально увеличивает функциональные решения, предусмотренные в платформе. В целях соблюдения заданного вектора об импортозамещении, а именно о переходе на использование отечественных геоинформационных технологий, Госинфотех при тесном техническом и технологическом сотрудничестве с СЕЗРИ создали геоинформационную платформу. Данная геоинформационная платформа получила название «Циклон», и она уже включена в единый реестр российских программ для электронных машин, вычислительных машин и баз данных. В «Циклон» были перенесены, адаптированы и разработаны, опробированные за многие годы функциональные решения. Направление применения цифровых двойников предприятия взаимосвязаны между собой. Они дают результат как при использовании как самостоятельной единицы, так и в совокупности с другими направлениями. Например, выстраивание вертикального планирования технического обслуживания и ремонта оборудования. От обходчика, который использует цифровой двойник в своих посредневных задачах, при контроле технического состояния оборудования и консолидации данных о нем, до уровня инженера, у которого все данные на расстоянии вытянутой руки, он может осуществлять анализ данных, строить прогнозные модели, рассчитывать эффективность работы как оборудования, так и подрядчиков, а также подготавливать обоснованные сценарии для принятия решений. И заканчивая, топ-менеджментом предприятия, у которых в наглядном виде представлены типы и виды решений, их эффективность, включая также их финансовое выражение, а также необходимые инструменты контроля и исполнения их обоснованных решений. Для управления имущественным блоком перед глазами открывается фактическое состояние объектов имущественного комплекса, включая их географическое расположение. Алгоритмы платформы по валидации данных позволяют скорректировать имеющуюся информацию на предприятии с внешними информационными системами. Также доступны автоматизированные механизмы для увеличения уровня коммерциализации доступного имущества, например, арендные отношения. Также возможно провести анализ эффективности использования имущества предприятия, рассчитать стоимость на его содержание, определять и сформировать комплексную оценку для реализации непрофильных активов, интегрировать в информационный контур предприятия приобретаемых и поглощающих активов. Единые стандарты цифрового двойника и его информационное содержание ускоряют время на обработку и поиск информации, разработку обоснования для принятия обоснованных управленческих решений и значительно снижают количество ошибок, связанных с недостатком либо с недостоверностью базовой информации. Стандартизация этапов, форма и содержание цифрового двойника, регламентизация работы с ним, поддержание его в актуальном состоянии, все это обеспечит эффективное применение технологий цифрового двойника на предприятии. На текущий момент нет ГОСТов и законов, которые бы давали точное и четкое определение цифровым двойникам и регламентировали взаимодействие с ними. Как знать, возможно, именно наш опыт, навыки, знания и разработка лягут в основу формирования профильного стандарта цифрового двойника. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok